Беседа 67 Истина, истина, говорю вам, Если пшеничное зерно, падший в землю, не умрет, то останется одно, А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, А ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, И где я, там и слуга мой будет, И кто мне служит, того почтит отец мой. Иоанна 12, 24, 26 Сладов она настоящая жизнь, И заключает в себе много приятного, Но не для всех, а только для привязанных к ней. Если же кто посмотрит на небо и увидит тамошнее благо, Тот скоро станет пренебрегать этой жизнью, И ставит ее ни во что. Эти телесные красота, пока нет другой, лучшие, Возбуждают удивление, А когда явится красота лучшая, Прежний начинает пренебрегать. Так и мы, если станем смотреть на ту красоту, И созерцать благолепие тамошнего царства, Скоро освободимся от настоящих уз, Так как привязанность к настоящему Действительно есть некоторого рода узы. К этому-то и приводит нас Христос, Когда говорит, Любящий душу свою погубит ее, А ненавидящий душу свою в мире всем Сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, И где я, и слуга мой будет, И кто мне служит, того подсчит отец мой. 25-26 стихи Слова эти походят, по-видимому, на загадку, Но они не загадка, В них заключается великая мудрость. Каким же образом любящий душу свою погубит ее? Когда кто исполняет ее неуместные пожелания, Когда кто угождает ей больше, чем должно. Потому-то некто и дает такое наставление, След похоти и души твоей не ходи. Серах 18.30 Через это ты погубишь ее, Потому что похоть отдаляет от пути ведущего к добродетелю. Точно так же и наоборот, Ненавидящий душу свою в мире всем спасет ее. Что значит ненавидящий душу свою? Это означает того, кто не слушает ее, Когда она внушает что-нибудь вредное, Но не сказал, кто не слушает ее, А ненавидящий ее. Как мы не можем не слышать голоса, Ненавидимых нами, Не видеть лица их равнодушно, Так точно мы должны крайне отвращать себя от души, Когда она внушает нам что-нибудь неуводное Богу. Так как Христос намеревался уже беседовать с учениками о смерти, Именно о своей смерти, И предвидел их скорбь и уныние, То и употребляет усиленную речь, Говоря, что сказать о том, Что вы не можете перенести с твердостью моей смерти, Ведь если и сами вы не умрете, Для вас не будет никакой пользы. Но смотри, как он и смягчает свою речь. Человеку, любящими свою душу, Очень тяжело и прискозно было услышать, Что он должен умереть. И нужно ли говорить о временах древних, Когда и ныне мы найдем много людей, Которые, несмотря на то, что убеждены в будущем, Охотно решаются все перенести, Лишь бы насладиться настоящей жизнью, Которые, смотря на здания, На изобретения, произведения искусств, Со слезами приговаривают, Как много замышляет человек, И между тем обращается в прах. До какой степени сильно привязанность К настоящей жизни. Итак, чтобы разрешить эти узы, Христос говорит, Ненавидящий душу свою в мире всем, Сохранит ее в жизнь вечную. А что он сказал это ученикам, Тем, чтобы ободрить их И удалить от них страх, Это видно из дальнейших слов. Если кто мне служит, Мне допоследует. Здесь он говорит о смерти, И требует последования самым делом. Слуга непременно должен следовать за тем, Кому служит. И заметь, В какое время он беседует с ними об этом. Не тогда, когда они были гонимы, Но когда были совершенно спокойны. Когда, пользуясь от многих почетом и услугами, Почитали себя в совершенной безопасности, Когда могли быть бодры духом, И услышать, возьмет крест свой, И за мной последует. Матфея 16, 24. То есть должен быть всегда готов на опасности, На смерть, На переселение из этой жизни. Вслед за тем, Так как он сказал прискорбные слова, Предлагает и награду. В чем же эта награда? В том, что это будет следовать, Кто будет следовать за ним. И будут там, где он. Он. Этим он показал, Что за смертью последует воскресенье. И где я, говорит он, Там и слуга мой будет. Где же Христос? На небесах. Итак, переселимся туда душой и умом, Еще прежде воскресенье. Кто мне служит, Мне да последует. И возлюбит его отец. Почему он не сказал, Я возлюблю? Потому что ученики еще не имели О нем надлежащего понятия, А думали более великое об отце. Ведь они не знали и того, Что ему надлежало воскреснуть. Как же могли помышлять о нем Что-нибудь великое? Потому-то и сынам Зеведеевым Он говорит, Не мое дело, Но кому готован отцом моим? Матфея 20, 23. Хотя он и сам судья. А здесь он представляет И свое истинное сыновство, Потому что отец примет слуг его, Как слуг своего истинного сына. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, Но на сей час я и пришел. Так говорить, по-видимому, Не следовало бы тому, Что убеждает идти на смерть. Но на самом деле эти слова Особенно приличны такому человеку. Чтобы не сказали, Что ему легко любомудрствовать о смерти, Когда он сам недоступен для человеческих страданий, Легко убеждать нас, Когда он сам вне опасности. Он показывает, Что и он страшится смерти. И однако же для пользы других Не отказывается умереть. Впрочем, это относится к воспринятому им человечеству, А не к божеству. Поэтому он говорит, Душа моя ныне возмутилась. А если не так, То какая будет последовательность Между этими словами и следующими? Отче, спаси меня от часа сего. И душа его до того была возмущена, Что он даже искал бы избавления от смерти, Если бы только можно было ее избежать. 450 Это немощи человеческой природы. Но я, говорит он, Не могу ничего сказать про себя избавления, Потому что на сей час я и пришел. Как бы так, говорил он, Хотя смерти приводят нас в трепет и смущение, Но все же мы не должны избегать ее. Ведь и я возмущен ныне, Но не говорю об избавлении от смерти, Потому что надо бы напереносить то, Чему следует быть. Не говорю избавь меня от часа сего, Но что? Отче, прославь имя твое. Стих 28 Хотя смущение заставляет меня говорить те слова, Но я говорю противное. Прославь имя твое. То есть возведи уже меня на крест. В этом ясно обнаруживается свойство человеческие И природа, которая не хочет смерти, Но привязана к настоящей жизни. Это показывает, что Христос был не чушь человеческих ощущений. Как голод и сон не составляют преступления, Так точно и привязанность к настоящей жизни. Иисус Христос имел тело, только чистое от грехов, Но не лишенное естественных потребностей, Иначе оно не было бы и телом. Этим же самым он внушает нам нечто другое. Что же именно? Чтобы мы даже и тогда, Как случится нам быть страхи и томлений, Не уклонились от того, что нам назначено. Отче, прославь имя твое. Этим показывает, что умирает за истину. Смерть свою называет славой Божией. Это и сбылось после креста. Тогда вся вселенная должна была обратиться, Познать имя Божие и служить Богу. И имя не только Отца, но и Сына. Хотя Христос об этом умалчивает. Отче, прославь Сына, имя твое. Тогда пришел с неба глаз, И прославил, и еще прославлю. Когда прославил? В предшествовавших событиях. И еще прославлю. После креста. Что же Христос? Не для меня был глаз сей, Но для народа. Стих 30. А иудеи подумали, что это был гром, Или что ангел говорил ему. Почему же они так думали? Разве голос был неясен и невнятен? Нет, они были люди грубые, Плотские, беспечные, И потому голос тотчас исчез для них. Одни из них удержали только звук. А другие, хотя и знали, Что это был голос членораздельный, Но что он означал, не знали. Что же Христос? Не для меня был глаз сей, Но для народа. Для чего он сказал это? Для опровержения того, Что они постоянно говорили, Будто он не от Бога. В самом деле, Мог ли быть не от Бога Тот, кого Бог прославляет, И кем имя Божие прославляется? Для этого-то и глаз снизошел, Для этого и сам он говорил. Не для меня был глаз сей, Но для народа. Не для того, Чтобы я из него узнал что-нибудь, Чего прежде не знал. Я знаю все отчие, Но для вас. Так как они говорили, Что ангел говорил ему, Или что это был гром, А слов не слышали, То Христос говорит, Что это было для вас, Чтобы хоть таким образом Заставить их спросить, Что было сказано. Но они, Будучи поражены, Не спросили и тогда, Как услышали, Что это относилось к ним. А кто не знал, К кому относилось сказано? Для того, Для того, естественно, Голос мог показаться невразумительным. «Ради вас был глаз, Видишь ли, Что все уничтоженное Бывает для них, Бывает для них, А не потому, Будто бы сын имел нужду в помощи. Ныне суд миру сему, Ныне князь мира сего Изгнан будет вон», Писает с первой, Какую-то иметь связь со словами, Прославил и прославлю, Очень близкую И весьма тесную. Так как он сказал, Прославлю, То показывает и самый способ прославления. Какой же это способ? Тот говорит, Что он будет повержен долу. Что же значит, Ныне суд миру сему? Как бы так, Говорит, Будет суд и отмщение. Как это? И каким образом? Дьявол умертвил первого человека, Найдя его повинным греху, Так как смерть вошла через грех. Но во мне он этого не нашел. За что же он напал на меня И предал смерти? Зачем вложил в душу Юду мысль погубить меня? Не говори мне теперь, Что Бог так устроил, Что это дело не дьявол, А Божьей премудрости. Будем пока рассматривать Лишь мысль этого злого существа. Итак, Каким же образом мир судится во мне? Дьяволу, Как бы на суде, Будет сказано, Пусть ты всех умертвил, Потому что нашел их виновными во грехе. Но за что Христа умертвил? Не явно ли, Что несправедливо? Поэтому через него тебе будет отпчение за весь мир. А чтобы это было очевиднее, Я объясню примером. Представь себе какого-нибудь свирепого тирана, Который всех, Кто не попадется ему, Подвергает различным жестокостям. Если этот человек, Среди царя или царского сына, Несправедливо умертвит и его, То смерть этого последнего Может отомстить ему Из-за всех прочих. Представь себе еще, Что какой-нибудь взаимодавец, Взыскивая со своих должников, Будет бить их и сажать в тюрьму, Потом по той же жестокости Заключить так же темницы и того, Кто ему нисколько не должен. В этом случае он будет наказан И за то, Что он сделал другим. Именно тот убьет его. 452. Так точно было и с Сыном Божиим. Из-за того, что дьявол дерзнул Сделаться Христом, Он получил наказание За все, что причинил нам. И что Христос указывает именно на это, Видно из того, что он говорит, Когда я вознесен буду от земли, Всех привлеку к себе. Он будет незержен моей смертью. То есть и язычников. А чтобы кто-нибудь не сказал, Как же он будет низвержен, Если он победит и тебя самого. Говорит, не победит. Да и может ли это быть, Когда я и других привлеку к себе. И не говорит о воскресении, Но о том, что важнее воскресения. Всех привлеку к себе. Если бы сказал воскресну, То еще не видно было бы, Что уверует в него. Но сказал уверует, Он тем высказал и то и другое, Что он и воскреснет. Потому что если бы он оставался мертвым, И был простым человеком, Тогда никто бы не уверовал. Всех привлеку к себе. А как же он говорит, Что отец привлекает? Это значит, Что отец привлекает, Когда привлекает сын. Привлеку, говорит он, Так как их держит тиран, И сами по себе они не могут Прийти и освободиться из его рук, Потому что он не пускает их. В другом месте это называет Христос хищением. Никто не может расхитить сосуды, Если вначале не свяжет сильного, И тогда расхитит его сосуды. Марка 3.27 Так говорил он, Изображая силу врага. Следовательно, Что там назвал он хищением, То здесь называют привлечением. И так, зная это, Восстанем и прославим Бога, Не верою только, Но жизнью. А иначе это будет не слава, А хула. Не столько хулиться Бог Не чистой жизни язычника, Сколько развращением христиан. Поэтому прошу вас, Старайтесь всячески о прославлении Бога. Горе сказано тому рабу, Которым имя Божье хулиться. А когда будет горе, Тогда тотчас последует Всякое наказание и мучение. Напротив, блажен тот, Кем имя Божье прославляется. Так не будем же жить, Как во тьме, Но постараемся избежать Всяких грехов, Особенно тех, Которые клонятся к общему вреду, Потому что ими-то Особенно и наносится хула Богу. Какое в самом деле Мы получим прощение, Когда обязанные по заповеди Давай другим, Мы будем похищать чужое. Какая будет для нас Надежда на спасение? Ты будешь наказан, Если не напитаешь алчущего. Какое же получишь помилование, Если обнажишь одетого? Мы постоянно говорим это, И не перестаем говорить. Может быть, Не послушавшие сегодня Послушают следующие дни. Если же некоторые останутся непреклонными, То все же, по крайней мере, Мы будем правы на суде, Потому что исполнили свое дело. Но дай Бог, Чтобы эти слова И нас не приводили в стыд, И вас не заставляли закрываться. Дай Бог всем зверновением Стать предсудилищем Христовым, Чтобы и мы могли похвалиться вами, И для своих зол Найти какое-нибудь облегчение В вашем добром имени О Христе Иисусе Господе нашим, Которому Отцу со Святым Духом Слава вовеки. Аминь.